Поехали! Всем привет! Собираемся мы сегодня на разведку, на водопад в национальном парке Хао Чимао. От нас это примерно 150 километров, да? Да, вроде. Ну, надеемся к обеду туда добраться. Сейчас по дороге будем ехать. Если что-то интересное попадется, покажем. Следите, наблюдайте, смотрите, будет весело и интересно. Утешествие выходного дня. Слева. Так, старые привычки не забываются. Поедем в национальный парк Хао Чимао на водопады посмотреть. На водопады, пещеры, возможно, ночевать предстоит в палатке. Очевидно. Но погода не радует. На этой вот каучуковой дереве справа. Лес. Живописная маленькая дорога, ведущая к парку. Очень приятно по ней ехать. Через 5 минут, думаю, мы на месте. Вот она гора. Чамао. Вот нам показывают, где можно поставить палатку. Ну, сейчас мы там поставим. Вот здесь костер можно разжигать. Ну, все нам объяснили, рассказали. Значит, здесь поставим палатку. Там кострище. Сейчас найдем поближе. Камеечки, правда, уже. Так, ну и надо идти за дровами. Так, а здесь что у нас? Уровень водопада. Уровень программы на завтра. Завтра мы пойдем по вот этому маршруту. Так. Это первый уровень. Второй уровень. Третий. Четвертый. Пятый. Пятый. Шестой. Вот здесь красиво должно быть, да? Седьмой. А восьмой? Нет. А восьмой? А восьмой? Странно. Ну, до седьмого доберемся, а там уже будем посмотреть. Здесь вот интересно, как они оборудовали. Здесь кострище сделано. Здесь такой столбик с лампочкой и с розетками с электричеством. А здесь вот вода есть. Интересно, они как дела все сделали. Ну-ка вода есть или нет? О, и вода есть. Отлично. Ну все, будем парковаться и размещаться. Сегодня будет интересно. А вот сейчас пока не стемнело, поедем посмотрим. Здесь неподалеку есть большое красивое озеро на разведку. Потому что здесь уже на водопад не пускают. В общем, чтобы время не тратить. Зря решили еще разведать озеро. Там на озере можно порыбачить. Вот сейчас посмотрим, насколько это реально. В следующее путешествие можно съездить туда. Поехали. Огромное озеро. Очень красивый вид. Озеро, окруженное горами. Частично заросшее осокой. Огромная территория. Огромное озеро. Вот и рыбак. Чтобы узнать, где водится рыба, нужно думать как рыба. Нужно действовать как рыба. Надо зайти в озеро. И почувствовать, что думает рыба. Разбили палатку в беседке под крышей. Вот здесь мы будем спать. Можно было, конечно же, на природе. Вот здесь компания из двух человек. У них большая палатка. И даже более чем палатка. У них есть барбекюшница, вентилятор, освещение. Они расположились со всеми удобствами. Но это, наверное, все-таки в будущем. Ну вот и наш костер загорелся. Пытается загорелся. Загорелся. Трудно, конечно, с сувыми дровами. Но все равно. Доброе утро. Здравствуйте. Как спалось? Ой-ой-ой, спалось. В общем, не очень. Потому что шел дождь. Палатку пришлось поставить в беседке. На бетонный пол. С собой у нас были только коврики. Поэтому было немного жестковато. Ну и плюс ко всему, атаковали муравьи, которые зашли к нам в палатку на моих ногах. Полночи пришлось их уговаривать выйти из палатки. Ну, в общем, ночь прошла. Сейчас пойдем подниматься на водопады. Перед этим решили подкрепиться немножко. Зашли в столовую. Сейчас покажу, чем они наступают. Тайская столовка. Уже что-то тут зажаривают. Пахнет очень аппетитно. А как блюдо это называется? Которое. Ну вот, которое она сейчас готовит. Подкопал мух. Подкопал мух. А не пикен. А не пикен. Под пикен. Под пикен. Ну ладно, а как это будет звучать по-русски? Что с чем? Свинина. Жареная свинина. Перч. С перцем. Зеленый. А, с перцем зеленый, да? Да. Сейчас посмотрим. И что еще к этой свинине жареной будет? Вот овощи, посоль, пушкова. Вот так вот выглядит наш сегодняшний завтрак. После ночи борьбы с муравьями и с бетонным полом. Эй, это что такое? Подтекень. Что-то два одинаковых каких-то блюда. Это подкопал. А что они одинаковые? Свинина с базиликом и с перцем. А это... Нет, вон там. А это свинина с карри и с фасолью. Тут вот такой интересный вид открывается. Улочка тайская. А вот это горы здесь, которые нам сегодня предстоит, которые предстоит подняться. Одна, вон там вторая. Вон там облака. И вот здесь интересный такой фрукт растет. Называется джет-фрукт. Джет-фрут. Такой огромный. Где-нибудь будет возможность мы его откроем. Здесь, да, вход на водопад? Да. Вот встречает тебя тайская великанша. Клыки, смотри какие. Я не пойду туда. Тайская легенда. То есть она охраняет водопад, значит. Так, а как здесь мы там разобраться? А, вон, погоди, там карта. Вон карта. Водопад. Такая интересная пальма на входе. Так, маршрут. А здесь только 7 показано. Говорили 8, а показано 7. Так, вот это что у нас? Первый уровень, да? Да. Вот этот вход. Ну всё, поконим. Ох, ох, ох. Ох ты какое дерево. Ого! Вон, гови. Сколько лет этому дерево. Мощное такое. здоровый красавчик спал ладони но и на ножка давай проверим масштаб это домик хоббитов до доме хоббитов корни все оборудованного а там залететь слышно шум водопадом и 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 Китайский домик духов Здесь запрещено употребление алкоголя Здесь должна водиться рыба Жень, что там? Полики вот здесь сделаны на камнях Камней на камнях Сейчас посмотрим А, точка отдыха Интересный вариант столиков Очень красиво Да, здесь можно палатки ставить Вот в этих беседках Отдыхать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Спасибо!